Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как из маленькой ванной комнаты площадью всего 3 квадратных метра и маленького туалета площадью 1 квадратный метр сделать общее пространство санузла просторного, стильного и очень технологичного. Я расскажу вам сегодня все мельчайшие подробности. Меня зовут Сенчагов Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня у меня рассказ про мою ванную комнату. Сначала расскажу о самом главном, о перепланировке. У меня была изначально небольшая ванна 3 квадратных метра, но это вообще ни о чем, и тесный санузел. Это просто самая классическая планировка для небольших двухкомнатных квартир. Соответственно, я снес вообще все стены в квартире, и первое, что сделал, я увеличил пространство ванной за счет коридора. Это совершенно законно, мы никак не ухудшаем условия жильцов ниже этажом, выше этажом, то есть все в рамках закона. Мы просто подвинули вот эти стены в коридор буквально на сантиметров 15, но это уже дало нам, ну по сути, квадратный метр. То есть это очень сильно увеличило мою ванную комнату. Соответственно, вот этой перегородки здесь нет. Первое, что мы видим, заходя в ванную комнату, это прекрасное зеркало, тумбу, и вот в эту нишу просто идеально встала ванна. Ванна получилась довольно высоко, к сожалению. По-другому было никак не сделать, потому что у нас стояк канализации находится очень далеко. Донный клапан находится в центре, от него идет сначала наискосок, потом вдоль стены, потом обходит вентоканал. То есть очень длинный путь проделывает вода, уходящая из ванной, поэтому ножки пришлось выкрутить на максимум. Но что мне это дало? Это дало доступ под ванну, и я могу залезть туда вглубь, и дотянуться рукой, и сделать удобный слив-перелив вот здесь. Это смеситель, и ванна набирается за счет слива-перелива. То есть вот я нажимаю, и вода побежала. Если бы у нас слив-перелив был здесь, то смеситель тоже пришлось бы располагать как-то неудачно, не было бы доступа. В общем, высота сыграла, в принципе, мне на руку. Но, конечно же, я стараюсь всем рекомендовать не делать так далеко смеситель и слив-перелив, потому что если бы ванна была бы низкой, то добраться было бы просто невозможно. Мы сделали здесь аккуратненький вот такой лючок. Он нажимается нажатием, потом снимается с крючка и, соответственно, опускается. У нас есть доступ под ванну. Там также плитка на случай протечек, и, в принципе, доступ ко всем коммуникациям. Также под ванной у меня находится датчик от протечек. И у меня была просто ужасная ситуация. Строители... Я просто даже не отсидел этот момент, хотя, блин, на стройке надо все отслеживать по факту. Плитка подходит к ванной сверху. Так мы получаем самый тонкий шов. И вот этот шов строители затерли эпоксидной затиркой. Той же, что они затерли всю остальную плитку. Это была просто ужасная ошибка, потому что ванна акриловая. Я, честно говоря, в шоке был от них. Я не знаю, как так получилось, почему я за этим не проследил. Обязательно следите за этим. Ванна, когда набиралась, естественно, она деформировалась. Акрил – это не чугун, он имеет какой-то люфт. И, соответственно, у меня по периметру стали появляться такие тонкие и противные щели. Эпоксидная затирка, она твердая, не эластичная. И она стала отрываться. И, естественно, когда ты принимаешь душ, когда ты моешься в ванной, вода стала потихонечку заливаться. Я что-то все оттягивал, думаю, чуть попозже этот вопрос решу. И в итоге однажды у меня сработал датчик протечек. Я залез под ванну и увидел там лужу воды, которая перелилась через ванну. У меня была паника, что делать. Я вызвал плиточников. И, соответственно, они затерли мне шов уже не эпоксидной затиркой, а герметиком. Герметик имеет очень большой ход. Он отлично сжимается, разжимается. И проблема с этой щелью все навсегда исчезла. Поэтому всегда, если у вас акриловая ванна, всегда делайте затирку герметиком. Я очень люблю валяться в ванной. Это одно из самых моих любимых занятий дома. Особенно в холодное время года. После работы ты приходишь, я каждый день лежу в горячей ванной. И вот эта силиконовая накладочка, она шла в комплекте с ванной. Это просто какой-то подарок. Подарок судьбы. Потому что ты на нее ложишься, либо шеей, либо головой. Она очень мягкая, комфортная, приятная. И, конечно, очень кайфовое дополнение. Эта ванна от Дюровит немецкая. Но у них реально оказался косяк. Я сейчас буду ругаться с поставщиком. У меня облез донный клапан. То есть он был полностью покрыт такой пленочкой. И вот она начала облезать. То есть это дорогущая немецкая ванна. Сейчас я даже боюсь представить звук, а она стоит. Но вот такой у него косяк. Мне кажется, это просто какой-то, не знаю, какой-то мрак. Во всем остальном ванна, конечно, прекрасная, удобная, теплая. За счет того, что мы увеличили стены в сторону коридора, у нас появилась возможность сделать архитектуру стен для встроенных смесителей. Это Че, Че, это итальянский, не знаю, это что-то как вот среди смесителей. Это, наверное, Бентли или Астон Мартин. То есть это топовый дизайн, топовые технологии. Это устойчивое развитие. То есть это более трендовую сантехнику. Сложно придумать. Мне сделали на нее очень большую скидку. И это было еще в 22-м году до повышения всех цен. Сейчас цены выросли практически в два раза. Я сейчас бы, конечно, не смог себе позволить. Это очень дорогая сантехника, но для меня это просто идеал просто сантехники, дизайна, минимализма. И все вместе смоется, конечно, потрясающе. Так вот, у нас часть смесителей встроенная за счет того, что мы нарастили стену. Про зеркало я расскажу чуть позже. Также я встроил всю систему с ручным душем и верхним душем. Но до конца мы не стали доводить стену и сделали нишу для шампуней. То есть она очень удобная, под рукой. И также архитектура стены перетекает вот сюда. Снизу у нас есть подъем такой вот как подиум для того, чтобы встроить в него смеситель для набора ванной через слив-перелив. И вот эти две грани мы заполнили керамогранитом крупного формата. Это иналка, это тоже самая высокотехнологичная фабрика плитки. Вот они разрабатывают все самые инновационные материалы. Вот здесь плитка, например, фактурная. Многие думали, что это вообще какая-то декоративная штукатурка или микроцемент. Но нет, это крупный формат, который мы заранее порезали у поставщика, привезли. Иначе, ну, именно в самом полном формате, который мы изначально был, он бы просто в лифт не влез. Притащили, и у нас в итоге получился только один шов, который плавно перетекает в шов уже плитки поменьше, из которой облицована вся остальная ванная, которую я тоже расскажу чуть позже. Полочки сделаны из кварцевого агломерата. И он не просто приклеен стенам, вдоль стены есть две металлические направляющие. В кварцевом агломерате есть пропилы, и он как бы надевается на эти рельсы и приклеивается уже на них. Не доходя до дальней стенки, там есть несколько миллиметров зазора, и если мы будем мыть эти полки, то вода будет стекать по стене и уходить в ванну. То есть там не будет скапливаться влага и не будет никакой черной плесени. На третьей полке у меня стоит зеркало, и это просто лайфхак для всех мужчин, кто еще до этого не дошел. Самое удобное место для бритья, для триммера, либо там для любой бритвы, это, конечно же, душ. Здесь все волосы, их можно легко смыть, быстро промыть ручным душем, все уйдет, и у вас не будет ничего скапливаться, потому что бриться на раковине, это просто отвратительно. У вас постоянно где-то валяются эти волоски от бороды, это просто ужасно. Ванная это самое лучшее место. Я купил вот такое зеркало из нержавейки, то есть с ним ничего не будет, оно не будет ржаветь, и оно эстетично вписалось в общую нашу историю. Умывальник с тумбой делался на заказ по нашим эскизам. Столешница у нас из акрила. Акрил мне вот очень нравится, не белый такой, знаете, вот просто одноцветный моноколорный акрил, который выглядит как дешевая пластмасса, а вот такой, больше похожий на террасу, с украплениями, белыми, темными пятнами. Во-первых, на нем грязь не так сильно видна, потому что все постоянно говорят, ну как же, нужно убираться, да, нужно убираться. Но одно дело, когда у вас постоянно перед лицом какие-то капли, а другое дело, когда вы убираетесь там полномерно раз в неделю. Это совершенно другое ощущение, потому что если у вас будут постоянно видны капли, они будут вас раздражать и портить просто вам жизнь. Корпус самой тумбы у нас из, конечно же, из ДСП, а фасады из МДФ в акриле, тоже такой красивый серый свет, он же повторяется в шкафчике над унитазом, он выдерживает влагу, здесь хорошие, соответственно, углы, все это эстетично, и обратите внимание, что в ванной у меня полный порядок, и реально я вот так и живу, то есть говорить, что ты там причесал свой санузел для съемки, нифига, вот в жизни у меня все так, потому что как только мы открываем скрытое хранение, там сразу же видно вот эту палитру безумных вот этих всяких разноцветных средств, но когда вы этим всем не пользуетесь, это все убрано, у вас идеальная чистота, вот это уже слово, которое всем уже надоело, вот визуальный шум, визуальный бардак, вот его здесь нет, здесь все очень чисто, минималистично, и когда ты лежишь в ванной, у тебя перед глазами просто чистота, это очень расслабляет и очень помогает набраться энергии и прийти в себя. Боковина тоже сделана из МДФ, потому что вода может стекать сюда вниз, и если это был бы ОДСП, он бы просто разбух, поэтому мы тоже сделали весь корпус из МДФ, покрашенного эмалью. Между умывальником и душевой зонной ванной у нас стеклянный кран, изначально я хотел вместо стекла использовать просто обычный тряпочный, спрятанный вскрытый карниз, но в последний момент я перегрел на стекло, потому что вот в эстетике минимализма, честно говоря, стекло, мне кажется, все-таки лучше заходит. Кто бы что ни говорил, да, сейчас перед съемкой мне пришлось его пооттирать, на нем действительно остаются следы, но они не так все-таки бросаются в глаза, как на съемке. В съемке, когда вы идете на фотосессию, когда вы приходите, да, вы все равно одеваете самые нарядные вещи, вы причесываетесь, вы делаете макияж, а не просто фотографируетесь на улице, поэтому, друзья, когда мы снимаем интерьер, мы точно так же готовимся. Поэтому, конечно, мне пришлось стекло хорошенько обработать, у меня есть средство для стекла, потереть его, то есть и то не удалось все убрать до идеала, наверное, все-таки нужно клининг вызывать, чтобы было просто идеально все. Но, в принципе, такой уровень чистоты меня полностью устраивает, ну, в обычной жизни это вот за глаза. Соответственно, стекло у нас выходит на 60 сантиметров, часто спрашивают, сколько должна быть вот эта штора, мне хватает, то есть иногда немножко воды попадает, то есть кто как моется. Кому-то и 50 хватит, кому-то и метр не хватит, поэтому мне 60 вот за глаза хватает. Сверху есть кронштейн, без него никак, потому что я, например, сейчас мыл, когда зеркало, оно все-таки имеет какой-то люфт, и вот этот кронштейн помогает ему держать жесткость. Ну вот, не знаю, вы случайно подскользнулись, ударили плечом, выбили зеркало, все разбилось, ну, зачем вам это нужно? То есть это не настолько страшная вещь, насколько многие говорят, то есть в принципе она считает эстетичный. Мы еще подобрали кронштейн в цвет все остальные фурнитуры, то есть у нас все смесители, вот эти чьи, ручка входная на двери, верхний кронштейн, это все в такой сатине, шлифованная сталь, и вместе она смоется очень красиво, эстетично, на ней не так видны следы, как на полированном металле, поэтому я считаю, что этот кронштейн здесь растворяется, то есть ничего такого страшного в нем нет, как многие могут подумать. Когда вы выходите из душа, конечно же приятно взять в руки теплое полотенце, и для этого у меня здесь вместо классического полотенцесушителя сделана теплая стена. Многие спорят, что это плохо, там, хорошо, я считаю, что это идеальный вариант для минималистичной ванны, то есть у нас сверху закручены просто 4 вешалки, а снизу, здесь я сейчас прибавил побольше, чтобы высушить стекло, здесь прямо горячо, то есть у нас есть на канале отдельное видео, большое часовое видео, где поэтапно рассказываю обо всем, что происходило во время стройки на этой квартире, там просто от демонтажа стен до финальной расстановки мебели, поэтому там также показано, как мы делали теплую стену, как мы разводили здесь сантехнику, очень-очень много всего интересного, что может помочь вам в ваших ремонтах, и сэкономить вам кучу времени на самом деле и денег. Так вот, стена теплая, она прямо горячая, если надо, полотенца моментально высыхают, воздух в ванной тоже очень сильно высыхает, знаете, мне на самом деле немного смешит, когда строители предлагают сделать за зеркалом теплый контур, чтобы зеркало быстрее высыхало, друзья, сделайте нормальную вентиляцию, просто вот, чтобы она работала, у вас не будет никакого пара на зеркале, на стекле у вас моментально все будет высыхать, просто сделайте нормальную вентиляцию и все. В этой ванной есть один недоработанный момент, как бы один проблемный момент, я считаю, когда я встаю после ванны, после душа, мне нужно полотенце, и полотенце находится вот здесь, на дальней стене, и, конечно, было бы удобнее брать его вот отсюда, потому что мне иначе приходится вот так из ванны вытягиваться, тянуться, доставать как-то полотенце, и к чему я в итоге пришел, я просто заранее кладу полотенце на умывальник, и когда принял ванну, уже пользуюсь им, не тянувшись сюда, но если ты забыл про это, это прямо, ну, опасно выглядит, очень жестко. Я не знаю, что с этим сделать, просто, может быть, здесь делать наверху какую-то полочку, и на нее класть полотенце, потому что она будет высоко, она не будет мешать, добить, я не буду ее никак задевать, может быть, вы мне что-то посоветуйте, как с этой проблемой решить, потому что, конечно, я не хотел бы здесь делать теплую стену, заводить сюда электричество, прямо рядом с водой, мне кажется, это, ну, страшно, страшно звучит даже, вот, а какую-то полку, крючки, вот что сделать, пожалуйста, напишите в комментариях совет, мне это очень поможет. На всех стенах у нас керамогранит от фабрики Балдассер, он форматом 120 на 60, это такой классический современный формат, и строитель очень сильно ругался, плиточник, за то, что здесь, конечно, больше было подрезок, чем вот именно крупные плитки, здесь практически нет ни одной плитки, которая была бы целиком, здесь все порезано, очень много работы там и средств на это ушло, но получилось, я считаю, что очень красиво. Мы очень хорошо попали в цвет затирки, вот это эпоксидные, и здесь визуально нету вот этих контрастных швов, то есть все получилось как-то бесшовно, цельно, и получилась такая каменная пещера, такая серая, в которой очень уютно находиться, отдыхать, набираться сил. Теперь переходим к туалету. Вот эта стена у нас увеличена на 25 см, чтобы в ней поместить инсталляцию, чтобы подвесить унитаз, и это, я могу сказать вам, супер практично, конечно, в уборке, когда унитаз у нас не достает до пола, да очень удобно доходит тряпка, пылесос, все что угодно, убираться просто волшебно. Кнопка, это самая практичная кнопка, она тоже из той же сатины, такая же шлифованная сталь, и на ней практически не остается отпечатков пальцев, потому что меня просто бесит, когда ты приходишь, это глянцевая кнопка или еще черная какая-нибудь, и на ней вот просто везде пальцы, вот вы сделали преступление, в туалете, да, странно звучит, и вас сразу же найдут по вашим отпечаткам пальцев, поэтому, конечно, вот эта супер история, она еще так красиво подходит к стене, за счет того, что там уплотнитель чуть ниже, такой получается аккуратный теневой зазор, ТС, конечно, это топовая компания, вот если у вас дорогой ремонт, конечно, очень рекомендую. И сверху у нас находится блок коллекторов и всего остального. Сейчас заглянем внутрь, но сначала расскажу про фасады. У нас есть вот такой глухарь, для чего он нужен? Чтобы открывать дверь, вы не бились об крючки, то есть иначе бы дверь просто не открылась, у нас есть вот такой отступ. Чтобы его отыграть, здесь сделана симметричная фреза, то есть это вот целая, целая у нас дверца, то есть дверца у нас не симметрична, но за счет этой фрезеровки идет игра, какой-то ритм, и они растворяются, и нет вот этой четкой акцентовки на вот этой вставочке. Так, не пугайтесь, минимализм заканчивается, когда мы открываем хранение. Здесь у нас находится блок с коллекторами, с фильтрами, здесь два нептуна на холодную горячую воду, от которой расходятся датчики по квартире, два на кухне и один под ванной. Соответственно, как только что-то происходит, они сразу перекрывают воду, и протечка тут же заканчивается. Вот этот мозг, который втыкается здесь в розеточку. Соответственно, остальное пространство мы использовали для хранения. Здесь полочки с какими-то моющими средствами, с хранением долгим. Здесь у нас три розетки, я могу заряжать ирригатор, зубную щетку, триммер, то есть все электрическое оборудование в ванной здесь очень легко подзаряжается, потому что на старой квартире мне приходилось идти в спальню, втыкать в розетку, там заряжать, потом нести назад. Здесь все удобно заряжается, все закрыли и спрятали. В принципе, здесь есть все, что нужно, все поместилось. Единственное, что нам нужно было закрыть торец плитки, не заводской, а подрезанный. И мы здесь вклеили вот такой, опять же, шлифованной, шлифованную полоску стали, которая закрыла торец. И я считаю, что получилось эстетично и вот в общей линии всего нашего санузла. Заднюю стенку в самом начале ремонта мы декорировали вот таким стальным листом из нержавейки, такой дизайнерской вот этой еще обработкой. И, ну, мне это нравится. В принципе, немножко, конечно, лофт, но, в принципе, в общей эстетике хорошо садится, потому что иногда это делают плиткой, иногда это делают металлом, а иногда, иногда просто забивают, забывают, и в итоге там такой страшный лист гипоскартона, зеленый, прям мрачный. Вот, поэтому, друзья, думайте об этом заранее, это нужно прорабатывать сразу же. Но я думаю, что если у вас нормальные строители, вам об этом напомнится так. Это можно даже без дизайн-проекта сделать. Рядом с унитазом под правую руку находится гигиенический душ. Это тоже чия, он суперудобный, классный. Вот здесь кнопка, чтобы включить его, и отдельно находится смеситель, чтобы настроить температуру воды. Кто не любит пользоваться, пользуйтесь, чтобы унитаз мыть. Тоже очень удобная штука. Или там ведро набрать, короче, суперклассное. Единственное, обязательно, если вы воспользовались душем, закрыли его, обязательно потом еще раз нажмите, чтобы стравить давление. Уначе у вас через какое-то время он выйдет из строя. И такая же история, что если вы открыли, воспользовались этой кнопкой, потом ее вернули, то обязательно закройте. Иначе у соседей там могут быть проблемы. То есть это важная вещь. Закрывайте и пропускайте воду, чтобы стравить давление. И здесь, конечно же, волшебная вот эта история. Это туалет кота. Он переехал с кухни. Там было, конечно, глупое решение изначального планировать на кухне. Он переехал сюда. Он у меня развернут к стене, поэтому если кот там убирает, убирается. Если что-то даже и вылетит, оно вылетит на стену и потом будет очень легко это все убрать пылесосом. Ему очень нравится здесь. Единственное, конечно, дверь в ванну приходится на ночь открывать. Вот. Ну, что поделать. Вот. Зато здесь хорошая вентиляция, здесь все запахи уходят. Если хороший наполнитель, то, в принципе, это вообще вам не мешает жить. Вы никакого присутствия кота не чувствуете. Это прям классное решение. Всем рекомендую. Закрытые вот такие лотки. И, конечно же, за счет того, что я не планировал здесь изначально лоток, то он не влез под тумбу. Потому что, если бы мы его замерили и проектировали тумбу в соответствии с лотком, он бы, конечно, удачно туда залез. И еще меньше бы нам мешал. Но о таких вещах нужно, конечно, заранее думать. К сожалению, вот лоток изначально должен был быть не здесь. Справа на тумбе находятся две розетки. Они за экранчиками. Туда легко иметь доступ. И никакая вода туда никогда не попадет. И есть выключатель. Он включает вот это мое волшебное решение. Мне оно очень нравится. Здесь плитка идет под углом 45. Вот здесь, конечно, прораб немножко нас проклял, потому что это довольно сложно было сделать. Там были небольшие зазоры, но все совпало и стало, в принципе, идеально. После затирки не бросается в глаза, но этот рельеф мне очень нравится. И дальше у нас есть специально объем такой сделан тоже из плитки. Соответственно, на него приклеено зеркало. Зеркало вытекает из него за его габаритой. И там внутри приклеена лента с рассеивателем. У нас получился такой мягкий свет, ночной, приятный. И, конечно, вечером приходить сюда он очень хорошо еще отражает цвет. Он попадает на лицо и, конечно, ты себя видишь просто идеально для фотосессии. Это лучшее зеркало для селфи. Самые лучшие селфи можно сделать только здесь. Теперь плавно поднимаемся на потолок. Вентилятор у меня самый обычный. Он, конечно, довольно шумный, но мы не стали заморачиваться с вынесением вот этого диффузора, вентилятора. Это, конечно, более дорогое и сложное решение. я на него, честно говоря, забил. То есть, если у вас какой-то премиальный ремонт, конечно, нужно делать не так. Это более простое решение, но мы не стали тут заморачиваться. Еще раз скажу. И дальше у нас идет натяжной тканевый потолок с теневым примыканием. Это краб. И обратите внимание, что он идет по МДФу, по корпусу. То есть, у нас сверху над шкафчиком находится глухарь. И вот на этот глухарь прямо привинчивался профиль натяжного потолка. То есть, он привинчивается на глухарь, потом на плитку. И так, по периметру ванной идет и создает такое красивое теневое примыкание. Мне прям очень нравится. Это эстетично. Оно парит. Я не стал делать какую-то подсветку, потому что, по мне кажется, что это уже какой-то немножко хай-тек, такой пошловатый. Мне нравится просто вот это теневое парящее примыкание без каких-то лишних наворотов. В качестве яркого света используются вот эти точки. Они утоплены внутрь, чтобы минимально бить по глазам, чтобы не раздражать. Но, если честно, я этим светом почти не пользуюсь. То есть, находясь в ванной, я всегда пользуюсь отраженным светом вот этим закарнизным. И все. Мне этого за глаза хватает. И сейчас я еще покажу одну фишку по поводу подсветки в нише. Натяжной потолок не доходит до дальней стены. У нас образуется такая ниша, в которой находится закарнизный свет. И мне он казался слишком ярким. никогда даже ты лежишь в ванной, когда ночью приходишь в туалет, он реально очень ярко светил. То есть, не выполнял как бы ту функцию, которую я от него хотел. Чтобы он слегка-слегка светил. Тогда я посоветовался с нашими световиками, компанией Bombard. Ребят, спасибо вас пропиарю. Мне предложили такое небольшое устройство. Это диммер, который мы установили на блок питания. Точнее, между лентой и блоком питания у нас появился еще один элемент. Это диммер. И этот диммер выходит на приложение Туя на смартфоне. И теперь я могу диммировать эту ленту. Это просто гениально. То есть, я могу поставить вообще ее выключить, сделать маленький свет, сделать яркий свет. И в вечернее время, когда основного света нет, это просто выручает. То есть, нет того яркого света. Потому что здесь все светло, здесь все отражается. И в принципе, небольшого источника света уже хватает, чтобы было ярко. Поэтому мне нужна была минимальная закарнизка. Давай сейчас покажем, как это выглядит. То есть, я вот могу уменьшать, включать, вырубать основной свет, добавлять свет за зеркалом. Здесь очень много разных сценариев на любой случай жизни. И, конечно же, вот для ночного препровождения в туалете, назовем это так, приглушенный свет просто идеален. Он не бьет по глазам. И это то, что от него и хотелось. И недавно у меня был подкаст про световое оборудование с очень профессиональными там ребятами. И мне как раз очень интересную идею подкинули, что когда ты утром приходишь в ванну, а я в принципе не люблю яркий свет. То есть, когда ты приходишь в ванну, включай самый яркий свет. Когда ты будешь чистить зубы, умываться, у тебя будет еще за счет яркого света ты будешь быстрее просыпаться. Я реально пользуюсь этим лайфхаком. И это реально работает. То есть, яркий свет, яркое пространство, ты в нем просыпаешься просто моментально. У меня в квартире двери скрытого монтажа и теневые плинтуса. И в ванной это выглядит вот так. То есть, многие двери с наличниками закрывают примыкание плитки. Здесь у наличника никакого нет. И плитка просто аккуратно заворачивает и заходит за профиль двери. Вот. Кто не знает, как это выглядит, это выглядит именно так. Выглядит эстетично, красиво, минималистично. То есть, никак не нарушает тело нашей ванны. И оно как бы просто камень переходит в дерево. У нас в ванной больше нет деревянных элементов, но это такое связующее звено между остальной квартирой и ванной комнатой. Это, кстати, не шпон, это специальный ламинат. Он гораздо прочнее, то есть, его кот не может поцарапать, задевает. Я тоже ничем не могу его поцарапать, и он будет служить, конечно, гораздо дольше. Дверь очень высокая, ширина проема была 80, то есть, полотно 70. Если бы здесь была стерильная машина, она тоже бы сюда легко влезла, потому что нет наличников, никаких проблем, все пролезает. Дверь высотой 2,40. Это фабрика София, София, я не знаю, как правильно. Мне очень-очень нравится, мне очень нравятся эти двери. На потолке находится колонка, она подключается со смартфона по блютусу, и здесь можно слушать любимые треки прямо в ванной. Мне очень нравится, если включить музыку на колонке, зажечь свечи, убавить на минимум свет диммером, и здесь получается просто какая-то сказочная атмосфера для расслабления. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете о моей ванной, о дизайне, перепланировке, расстановке, функционале, то есть, обо всем, о чем я сегодня рассказал. Что бы вы изначально сделали по-другому, что бы вы мне посоветовали исправить, может быть, что-то исправить вот у крючка, вот я очень жду совета. И обязательно поддержите видео лайком, я думаю, что многим оно поможет в будущем ремонте, если помогло, то обязательно поддержите видео лайком. Подписывайтесь на наш канал, там очень много всего для вашего вдохновения, для ваших будущих ремонтов, и, конечно же, переходите по ссылочкам под видео во все наши социальные сети, там очень много всего. Будем общаться в Телеграме с вами и обсуждать все самые новые вещи, новинки дизайна. До скорых встреч, друзья! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok